добрый день дорогие друзья меня зовут светлана молодежникова сегодня мы с вами будем говорить о самозанятости и в частности мы будем говорить о самозанятости пенсионеров но прежде чем говорить об этом я хочу рассказать вам о канале 50 плюс для зрелых людей ссылочка на этот канал у вас будет в описании подсказки а также в комментариях этот канал рассказывает о том как в возрасте 50 плюс начать зарабатывать в интернете многих авторов этого канала я знаю лично с владом челпаченко у меня есть целый большой видеоролик где мы с ним беседу поэтому обязательно подписывайтесь вы там узнаете много интересного и сможете также пройти обучение в том числе сейчас идет акция я вам расскажу в этом видео о том почему я стала самозанятой как я это сделала и еще несколько коротких видео вам поможет освоиться с личным кабинетом самозанятого почему я стал самозанят я уже несколько лет на пенсии и до 15 года было индивидуальным предпринимателем больше 12 лет до этого я работал наемном работе сейчас я пенсионер если я хочу заниматься предпринимательской деятельностью то у меня есть два варианта или стать и п или стать самозанятым ну можно еще конечно открыть оо но я уже даже об этом не говорю обычно люди моего возраста выбирают между п и самозанят так вот в чем преимущество самозанятости для пенсионера самое первое как это не странно самозанятый пенсионер не считается работающим пенсионером еще разочек пенсионер который зарегистрировался как самозанятый не является работающим пенсионером то есть соответственно ему будут ежегодно индексировать его пенсию как не работаешь а единственно тут вот кто-то если у вас очень маленькая пенсия получаете какие-то дотации вот над этим поработайте так скажем если вам нужно узнать как будет в этом случае если у вас есть самозанятость и доход как будет рассчитываться вот эти дотации а я этим не занималась просто знаешь что есть у людей такая проблема теперь как платить налоги мне очень нравится то что если я регистрирую самозанятость через банк тинькофф я могу работать из личного кабинета банка тинькофф через компьютер мне не нравилось что приложение мой налог который очень сильно рекламирует нужно устанавливать на смартфон и соответственно смартфону сообщать все мои данные том числе банк я считаю что это небезопасно это раз и второе мне не очень удобно это делать потому что экран смартфона достаточно мелкий я могу ошибиться могу что-то не разглядеть я думаю что у всех такая проблема есть гораздо удобнее все-таки денежными делами заниматься на большом экране на компьютере если вам по каким-то причинам удобнее работать со смартфона пожалуйста у тинькофф есть приложение тоже и вы можете открыть его и ввести все расчеты через мобильное приложение дальше что меня еще очень порадовала что в теме есть или в те периоды в которые я не получаю доход я не плачу никаких налогов ну разные бывают ситуации например летом очень часто бывает так что клиентов мало или их вообще нет а если бы я была и пэм я все равно надо было бы за эти месяцы платить пенсионный фонд здесь и этого нет вот собственно говоря почему я решила стать самозанятой и мол того я решила это все оформить через банк тинькофф у меня уже есть карта тинькоффа во-вторых я обнаружила что здесь есть еще дополнительное удобство я могу всю весь свой бизнес вести с компьютера тинькофф сам выставляет чеки если надо а я мне не нужно иметь как моя задача только указать суммы с которых нужно платить налог при этом я могу получить эти суммы на другие мои банки например на альфа банк или на сбербанк дальше я могу получить деньги на электронный кошелек например на юмоней бывший яндекс кошелек мне совершенно не надо переводить эти деньги в тинькофф мне просто нужно заявить эту сумму если это физическое лицо я указываю что это физическое лицо если это юридическое лицо я указываю юридическое лицо и соответственно с меня снимают определенные проценты в этом году вполне возможно что в следующем такое же будет всякому новому сам занятому дается десять тысяч на развитие эти десять тысяч конечно нельзя положить себе в карман из этих 10 тысяч погашается часть налога пока у вас идет льготный период с вас снимают с физического лица не 4 а 3 процента с юридического лица не 6 а 4 процента от суммы которые вы изработали сама занятый может получать 2 миллиона 400 тысяч в год в среднем до 200 тысяч в месяц всем бы нам такие доходы я думаю что с таких доходов очень приятно будет платить налоги именно поэтому я и стала самозанятым под видео я оставлю ссылочку на регистрацию через банк тинькофф дальше я оставлю ссылки на статьи в которых написано о том что самозанятый пенсионер не является работающим для меня это было одним из важных моментов принятия решения после того как я это узнал и я и решила зарегистрироваться в следующем видео я расскажу вам как зарегистрироваться более подробно оставайтесь на связи не переключайтесь с вами была светлана молодежникова